Время московское. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Доброго времени суток! Вам, дорогие наши радиослушатели, и где бы вы ни находились, радио ЗАУ-ФМ рады приветствовать вас! В эфире снова студенческое радио ЗАУ-ФМ. Наша тема сегодня посвящена самой загадочной личности божества – Святому Духу. А ведь именно Он совершает работу на Земле, самую главную работу на Земле, а мы, к сожалению, так мало о нем знаем. Если вы хотите узнать, что Святой Дух думает о чем-либо, всего лишь прочитайте Библию, сказал Стэнли Чарльз. Гениально! Легко сказать – прочитайте, но не просто понять. Совсем скоро мы окунемся в эту тему, ну а пока прослушаем музыкальную композицию. Где же мы? В никуда уносит мир Из старой лодки мы Плывем по всей Вселенной, растворяя Чувства, мысли Сотни лиц Вокруг Сперша Глаза В делах Сердца В слезах Надежды нет На то, что мы посреди миров Не одни Подожди Все же Ты не один Посмотри Небо близко Столько раз Мне снится сон Дышать свободой Так легко Я так боюсь Проснуться От невозможности Ее Принять Принять Посмотри В небесах Принять Принять В твои руки Время Близко Что сказать Это время на все Ну конечно же Что сказать Это все Лучше Будет Так и есть Что сказать И не надо Лишнего Ты решила И так Что сказать Что тут Сказать Сотними Игры Прятки Это наш Рой Но есть Место Где Помнят О тебе Им не все Равно Им не все Равно Сотними Покруг Каждый День Игры Прятки Это наш Рой Но есть Место Где Помнят О тебе Им все Друзья, студенческая радио The UFM снова в эфире. И в гостях у нас сегодня пастор Горюк Виктор Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тебя пригласили на тему очень непростую. Тема очень глубокая. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы говорим о Святом Духе. Мне кажется, это даже сложная тема. И для начала, чтобы вникнуть в неё, мне кажется, нужно разобраться в понятиях. Вот как ты представляешь себе Святого Духа? Вообще, что это такое или кто это такой? Вообще, понять очень сложно. Я с самого детства ломал голову, и личность сына, личность отца была мне понятна. А Дух Святой был большим вопросом для меня. И помню один квартал, урочник, пособие для изучения Библии, были посвящены только этой теме. И я думал, наконец-то я разберусь. Но тема настолько загадочная, что прошёл квартал, и я понял, что я всё равно ничего не понял. У тебя есть сейчас возможность, Даник. Я на самом деле никогда не задумывался над тем, как выглядит Святой Дух. Что это за личность, меня никогда не интересовало. Меня больше всегда интересовала личность Бога Отца, Бога Сына. Но что из себя представлял Святой Дух, меня никогда не интересовало, потому что мне казалось, что у него есть определённая задача, да, то, ради чего он был послан. И мне никогда не хотелось представить себе что-то большее. Расскажи немножко про десторию. Ты с самого детства в церкви или в какой-то момент жизни обратился? Нет, я в 17 лет пришёл в церковь. До 17 лет я ничего не знал, кроме, возможно, молитвы «Отче наш» и всё. Но ты слышал о том, что есть Троица и есть Святой Дух. Да, я, можно сказать, был таким далёким, православным. И было какое-то представление всё-таки о Святом Духе до обращения? Нет, не было ничего. Вообще ноль. Хорошо. А у тебя какое представление, Даник? Когда я был совсем маленький, я с детства в церкви. Я сначала ходил в церковь в баптистскую. Я представлял какой-то такой вот... Как духа. Что-то вроде духа, что-то такое, серая личность с длинными, мудрыми волосами и бородой. До чего нельзя дотронуться. Да, что-то прозрачное. Что-то типа такого я представлял себе о Боге Отце. Такой крепкий, довольно-таки пожилой, но не оставивший силы мужчина. Но Дух Святой у меня не представляется как таковым. Итак, разобраться непросто, но мы сегодня попробуем. Давай начнём с того, какую роль Святой Дух играет в жизни христианина. И вообще в жизни каждого человека. Ну, мне кажется, в первую очередь это вопрос, опять-таки, веры. Потому что именно Дух Святой наделяет веру. И он двигает человека к тому, чтобы человек начал искать, искать Бога в первую очередь. То, что произошло со мной, я уверен, что это было влияние Святого Духа, когда я начал искать не просто отношения с друзьями в церкви, а я начал искать Бога. А как ты пришёл к Богу? Через лагерь. Молодёжный? Да, христианский молодёжный лагерь. Я через лагерь пришёл в церковь, поэтому я сейчас стараюсь больше времени уделять лагерям. И был ли такой момент, когда ты именно почувствовал прикосновение Святого Духа? Момент обращения. Наверное, такого конкретного именно, что, как говорят, щёлкнул пальчиком и... Всё появилось? Да, и всё, и я уже стал святым человеком, совсем другим, безгрешным. Нет, этого не было, это было как-то маленькими шагами постепенно. Некоторые люди считают, что Святой Дух и совесть — это одно и то же. Согласен ты с этим? Я, между прочим, тоже так считал многие годы. Я был уверен, что вот это... Считал их? Прошедшее время, не знаю. Да, моя точка зрения изменилась. Я думаю, что вот этот вот голос, который поправляет меня, наставляет и иногда пристыжает, это исключительно во всех моментах работа Божья и работа Святого Духа. Так, может быть, это синоним к слову Святой Духа? На самом деле, я долго размышлял над этим. Я пришёл к выводу, что может человек, не знающий о Христе и о Боге как таковом, вообще быть спасённым благодаря как раз-таки совести. К примеру, если человек живёт далеко, он не может услышать, к примеру, в тайге или ещё где-то, не может услышать о Боге. И если он живёт согласно тем принципам, которые Бог вложил в его сердце посредством совести через Духа Святого, то я уверен, что он может быть спасён. Хорошо. Часто в молитве и в проповедях мы говорим об Отце и о Сыне, но, к сожалению, Духа Святого почему-то мы упоминаем реже. Почему? Ведь основной работой на Земле ведёт именно Он. Почему о нём забывают? На данный момент это так, но если мы вспомним пример молитвы, который оставил нам Иисус Христос, то там чётко, ясно показано, что нужно обращаться именно к Богу Отцу. Почему? Потому что, например, Бог послал Сына Своего, и сам Христос пришёл сюда, потому что Бог его отправил. Дух Святой был отправлен также Христом. И поэтому мы должны понять, что всё-таки всё, что происходит, хоть это и одна Личность Божества в трёх её проявлениях, вот это практически невозможно представить себе, как это будет. Невероятная арифметика. Один плюс один плюс один равно один. Получается, Отец главнее Иисуса и Духа Святого. Здесь нельзя поставить какую-то… Иерархию. Иерархию, да, невозможно. Это хороший пример, который представляется мне, вспоминается на данный момент. Это пример с водой, да, когда есть вода в жидком, в твёрдом и в парообразном состоянии. И тут нет возможности выбрать, что главнее, что лучше. И то, и другое, это является вроде бы водой, но в то же время она имеет три разных состояния. Такая метафора классная. Но с другой стороны, вода может… Вот конкретный объём воды в этот момент времени может находиться только в одной форме. Бог, он может одновременно существовать и Отец, и Сын, и Дух Святой? В трёх формах. Либо он как вода меняется. Я бы не согласился, если мы будем смотреть, как ряд на воде, то она может быть твёрдой. Под ней она может быть снизу, подо льдом, она может быть жидкой. Сверху она также испаряется, то есть парообразно. Получается, эти три личности существуют одновременно. Да, они одновременно существуют. И всё же, когда мы молимся, к примеру, молитва «Отче наш», мы обращаемся «Отче», то есть «Отец». И всё-таки меня вот волнует этот вопрос. Почему именно «Отец», а не вот мы не обращаемся сразу к трём личностям? У меня есть знакомая женщина, которая по отдельности молилась всем трём личностям Божества. Сначала Отцу, потом Сыну, а потом Святому Духу. Вот как ты относишься к таким молитвам? Для меня конкретно нет обращения к Богу Отцу, к Богу Иисусу Христу либо Духу Святому. Для меня это не столь принципиально. Для меня принципиально моё сердце. Не то, что я говорю словами, к кому я обращаюсь конкретно, а то, с каким сердцем я это делаю. Чистое моё сердце на данный момент. Или я просто пытаюсь как-то красиво, как фарисеи, выразить свою мысль. Затронули вопрос и пришли к такому выводу, что главное не к кому ты обращаешься, а с каким сердцем ты это делаешь. Нет, не к кому это конкретно, если мы говорим о трёх личностях Божества. Конечно, Бог и Бог только. Никаких идолов. Спасибо за поправку. Итак, мы продолжим. И следующие вопросы не менее интересны. Вот есть такое мнение, что Дух Святой является не личностью Божества, а просто это какая-то сила. Сила Бога. Ты считаешь, это правильно или нет? Можно ли измерить Святого Духа в джоулях? В джоулях. Святого Духа в джоулях однозначно измерить нельзя. И интересно отметить, что почему-то, когда мы что-то делаем, мы не говорим, что мы делали это при помощи своей силы. Всё, что мы делаем, это делаем лично мы. И когда Иисус Христос возносился, Он не сказал, что сейчас я пойду и пошлю вам Духа Святого силу Божью. Потому что, на самом деле, то, что дал Иисус Христос, когда снизошёл Дух Святой на учеников, это нельзя сказать, что это была просто сила. Потому что сила, она может измеряться как-то. Ученики могли бы ломать темницы, в которые были закованы, но нет. У них физическая сила не прибавилась из этого. Они получили то, что невозможно никак измерить. Нет такого прибора, который можно было измерить. Поэтому сила — это никак не связано с Божьим. Да, даже когда мы говорим о силе Божьей, сила Божья — это не то, что, опять-таки, можно было бы как-то измерить или подумать, что человек может её понять до конца. Получается, опять же, если у Святого Духа отнимают статус Личности, это большая ошибка. Личность ли это? Святой Дух однозначно Личность. А в Библии есть конкретный стих, который говорит, что Дух Святой — Личность? Если мы будем сидеть и спорить с оппонентом, который будет говорить, что нет, это сила, вот докажи, докажи. Просто вот понимаешь, сейчас такая вот проблема возникла в адвитизме, в принципе, что многие люди уходят из церкви, считая, что Дух Святой — не Личность и всё такое. И пытаешься им объяснить, вот как им доказать, что они неправы? В самом деле, конкретно в том, что в Библии написано, что Дух Святой является Личностью, конкретно именно такого дословного определения нет в Библии. Мы можем определить только то, что Личность, чем можно было бы охарактеризовать Личность? Личность может принимать свои саморешения. Личность может поступать, исходя на основании своих решений. И мы видим, что это же происходит, когда снисходит Дух Святой на человека. Конкретного текста, который сказал бы, что Дух Святой является Личностью, я, по крайней мере, сейчас не могу вспомнить. Давайте тогда поговорим о излитии Святого Духа. Был день Песятницы, и все мы знаем эту историю, как Божий Дух, сила, это снизошла на учеников, и они преобразились, и это отражено в Библии, как одно из самых важных событий. В будущем нас ждет что-то подобное. Нас ждет поздний дождь. Расскажите, как это будет происходить, и в чем суть? Вообще, что такое излитие Святого Духа? Я уверен, что влияние Святого Духа на учеников началось намного раньше, чем полное излитие. Все дело в том, что, если мы посмотрим на жизнь учеников до Дня Пятидесятницы, они были разрозненными, у них были свои идеи, свои цели, но когда вознесся Иисус Христос, все ученики собрались вместе, и написано, что вроде бы еще на них Дух Святой не излился, но они уже все были единодушно вместе. А вот это вот единодушие, представьте себе, 120 человек, не меньше их там было, на протяжении 10 дней жить вместе, есть вместе, общаться вместе, при этом не поругаться. У каждого ведь свое мнение, и свои требования. Да. И все вместе прославляли Бога единодушно. И именно когда вот так происходит в церкви, когда происходит вот такое очищение сердец, когда происходит то, что я могу терпеть того, который рядом со мной, не терпеть, просто сжав зубы, а любить его, понимать его, что он является грешным человеком, в этот момент Бог может быть к нам особенно близок. И как раз тогда, когда мы будем готовы, Дух Святой не зальется на нас. Получается, если в христианской церкви, вот возьмем идеальную модель, и в ней все исполнены Святого Духа, и имеют честное отношение с ним, и принимают его влияние, там не будет конфликтов, потому что у них будет единый Дух от Бога. Скажем так, конфликтов не будет, потому что эти зачатки конфликтов будут решаться еще до зарождения конфликта. Друзья, вот вам великое пожелание. Что может быть лучше? А что значит хула Духа Святого? Вот есть люди, ну, как я понимаю... На Духа Святого. Хула на Духа Святого, да. Просто, ну, как я понимаю, это непринятие Святого Духа. Когда я еще не знал Бога, как сейчас знаю, да, не изучал Библию, мне было свойственно, возможно, не только мне, определение, что хула на Духу Святого это использование матерной брани в отношении Бога. У меня тоже была такая мысль первая. Потом я все-таки наткнулся как раз-таки на этот отрывок в Библии, который говорит о том, что хула на Духа Святого не будет прощена. Это как раз-таки тот момент, когда человек до последнего отказывается принимать стук в сердце своего Бога, и он умирает, отказываясь покаяться, отказываясь изменить свою жизнь. И Бог уже ничего не может сделать. А в Библии есть какой-то герой, который... Ну, может быть, не умер. Вы знаете, когда мы говорим, что этот человек похулил Духа Святого и умер, то есть мы можем сразу как бы предрешить или определить его участь. То есть он уже не будет спасен. Но мы не можем знать, с каким сердцем умер. К примеру, два разбойника, которые висели на кресте рядом с Иисусом Христом. Один, мы видим, получил даже обещание от Иисуса, что он будет в Царстве Божьем с Христом. Другой же, он продолжал проклинать Христа и не раскаивался в своих грехах. Вот яркий пример того, что один человек раскаивается перед смертью и перестаёт хулить Святого Духа, хотя на протяжении всей жизни может быть и хулил. Другой же, наоборот, продолжает хулить до последнего своего вздоха. А можно назвать Иуду, предателя Христа, что он хулил Духа Святого? Однозначно, любой человек, и мы с вами также в своё время когда-то хулили Святого Духа. Так получается, нет уже нам прощения, если написано, что грех непростительный. Если мы не покаялись в этом, конечно, прощения нет. Получается, любой грех, в котором мы не покаялись, это хула Духа Святого. Да. Что значит «не покаялись»? Давайте мы определим. Давайте. Это значит, что мы поговорили с Богом об этом, попросили у Него прощения и оставили. То есть забыли этот грех? Не забыли, а оставили его с помощью Божьей. То есть перестали его делать. Не своими силами мы продолжаем с ним бороться, но мы по-настоящему раскаялись перед Богом, и теперь я чувствую, что Бог находится всегда рядом со мной, и когда я пытаюсь, если я пил, взяться за ту же бутылку, то я понимаю, что Бог находится сейчас рядом со мной, и Он видит это. И я сам не смогу это побороть, пока Бог мне не поможет. А получается, что я попросила прощения у Бога, но всё равно у меня совесть меня мучает, и этот грех не может меня оставить. Точнее, в моей памяти он крутится. Получается, не до конца Бог меня просил, или я не до конца? Дух Святого с тобой работает. У меня в церкви есть такой пример, когда человек любил курить, ему нравилось, и любил выпивать, ему нравился вкус алкоголя. Он настолько уже пытался и поститься, и что только не делать, чтобы от этого избавиться, но он никак не мог. И он, однажды выпив больше, чем он обычно пил, сел за руль и говорит к Богу, зачем ты допускаешь вообще мою жизнь, я не могу избавиться от этого греха, и ты ничего в моей жизни не делаешь. Этот человек попал в серьёзную аварию в как раз тот момент. У него был сломан, основание черепа было повреждено, все врачи от него отвернулись. Сейчас ещё не прошло даже года, с того момента, когда он попал в аварию, этот человек ходит, и что самое интересное, у него страшнейшее отвращение к алкоголю и к табакокурению. И он говорит, если бы Бог не допустил это в моей жизни, я бы сам избавиться от этого не мог. Я знаю истории других людей, которые в один момент просто переставали курить, переставали пить и испытывали к этому отвращение. Это тот момент, когда они по-настоящему раскаялись пред Богом в этом грехе, и Бог дал им свободу от греха. Пути, которыми Святой Дух работает с нами, просто невероятны. И когда ты слышишь такие истории, ты просто восхищаешься его методами. На самом деле, мне кажется, мы сейчас обсудили только 10%. А то и меньше. А то и меньше, да. На самом деле, очень много вопросов, но, к сожалению, у нас времени не так уж много. Виктор, у тебя есть сейчас такая классная возможность, уникальнейшая возможность пожелать что-то интересное нашим радиослушателям, что-то полезное. Что-то полезное. Я хотел бы пожелать, чтобы все мы искали Бога искренне, всем сердцем, чтобы в наших сердцах было место для Бога и в наших церквах было место для Бога. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о Святом Духе. Тема непростая, но очень интересная и затягивающая. И мы разобрались во многих вопросах. И поблагодарить за это я хочу Виктора Грюка. Между прочим, выпускника Заокской Духовной Академии. Большое тебе спасибо за интересную беседу. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Бог един. Отец, Сын и Дух Святой – три личности одного Бога. Может, нам это немного и трудно понять своим мозгом, который работает всего на 4%, но и не это от нас требуется. От нас требуется просто поверить. Стэнли Чарльз сказал, «Дух Святой всегда рядом с нами. Святой Дух станет для вас важным настолько, насколько вы позволите Ему это. Позволим же Духу Святому быть самым важным». Внимайте Святому Духу. И слушайте Зоуи ФМ. С вами были ваши ведущие Светлана. И Даниил. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok